Всем привет, с вами Нильгорн, это игра Харланд, очень интересная и я уже о ней делал несколько серий, здесь вышло обновление, я постараюсь показать что здесь обновилось и что показалось, но игрушка меня чем-то зацепила и я пытаюсь за ней следить и смотреть что же происходит в ней. Во-первых, как видите, если вы смотрели до этого серии и видели на моем канале, то вы можете заметить что изменился интерфейс, изменились вот жизни, как показывается защита, стамина, фут, экспей и тому подобное, также изменился немножечко инвентарь, он по другому немножко выглядит и мне нравится, очень понравилось как карты выглядят, теперь здесь понятно что, что, куда, зачем и тому подобное. Плюс появилась вот такая вот, такая табличка вот квестов, это очень отлично и давайте мы немножко поиграем, посмотрим, походим и если вам понравится, я буду продолжать исследовать этот мир, пришлось... Так, эльф, спокойно, привет эльф, так нет, ну конечно же, да зачем они сразу куда-то падать, ладно, надо на F нажимать, а не E, так, ok, ok. Также появились новые МПС, новые квесты, новые здания, ну и очень много таких вот вещей, которые, как бы, честно говоря, на первый взгляд, ну... Так, томаты нужны, можно, смотрите, можно сыр, так, стол это, вон, смотрите, такого чиз, так, отлично, вот такого старичка точно не было. Гомбельские сердца нужны, так, здесь у нас просто курочки, у меня, в принципе, в инвентаре только незначительные... Нет, ладно, незначительные ресурсы, которые я даже, на которые я не буду обратить внимание, вот такие вот женские персонажи вели, это очень круто, потому что выглядит реально круто, при том, с графикой, которая здесь присутствует, не знаю, многим она не понравилась и есть такой момент, конечно, как будто все пластилиновое, или как-то так, даже правильно, я не знаю... Чикин... Даже правильно, не знаю, как правильно определить эту графику, она какая-то очень странноватая, но, на мой взгляд, очень, очень мне нравится, вот так вот я скажу. В моем духе, как бы, кстати, карта и ландшафт тоже изменились, теперь, как видите, нету вот этой рандомной генерации, есть вот эти плавные уже движения, то есть, как видите, даже дорожка плавно идет, горы, как видите, все так классненько. Сделано, и это зачетно, потому что развивается игра, и на самом деле, я думаю, в нее очень будет интересно играть, очень просто, потому что она поистине, так сказать, на мой взгляд, просто шикарно, графон, шикарнейший вид. Вот, давайте, маг, кстати, без шапки, смотрите, шапку просит, наверное, если я принесу, он ее одень. Прикольно, очень прикольненько. В принципе, все вот эти визуальные, как бы, эффекты и красоту этой игры вы можете увидеть сами, поэтому даже мне тут говорить нечего вам. Так, я могу либо убить лесу, либо, ладно, так, что ты стоишь, ладно, все, давайте пойдем как бы из города, посмотрим, так, это у нас вот таун, то есть, ну, город обозначается. Давайте, значит, туда вот наверх пойдем, вот, куда-то туда дорога должна везти, вот, и туда пойдем. Потому что, мне кажется, по тому направлению пока что вот так, чувак носит лесу, ну, нормально. Посмотрим, что же здесь, я не знаю, пока что никаких квестов, ничего не горело, и не знаю, будут ли они здесь, потому что, что здесь появляется, ух ты, я такого не видел. Какой-то гоблин какой-то, но он с какой-то палкой зеленый, как будто бы, как будто бы... А куда этого у меня? Отлично! Вот это самая шикарная вещь, я считаю, потому что... Так, гомблицкий топор взял. Так, я устал. Стамина теперь работает реально как правильный стамин, то есть, нам просто так не получится махать. Не забываем, и я напоминаю, что поначалу здесь убивают очень быстро, и... Ах! Уинус, надо реально уворачиваться. Кстати, по-моему, как-то можно было уворачивать. Отлично, смотрите. Магический ванк я бы поднял. Круто! Круто, очень круто! Так, давайте посмотрим, что я могу. Маска, маска. Поезд, такси, лирфолка. Вот. Ванк. Давайте посмотрим, что же нам делать. Он такой просто дерется, я так понимаю. Пока стреляться... Стреляться им не получится. По крайней мере, я этого не могу. И давайте просто тогда... Вот так вот. И... Вуденсворд. И где-то... Вот. Гоблин Акс. То есть, топор и яблоко. Так, стамина вообще, смотрите, в минус ушла бешено. То есть, я так понимаю, здесь нужно будет как-то стамину восстанавливать, что ли, или... Так, щит еще, щит. Вот, возьмем щит. Так, блок, все нормально. Очень классная графика, очень классно все выглядит. Так, топорик. Я топорик-то не одел. Прям... Вот топорик. Вот. Ну, все-таки, я думаю, деревянный топорик, конечно, такой скромный. Гоблинский король там. Там он какой-то вообще гоблинцы. Жесть. Ой-ой-ой, темно становится. Сейчас, да-да-да, сейчас сумерки наступают. То есть, сейчас совсем будет темно, потому что сейчас, как бы, переходный период. Вот луна выходит, да. И... Давайте я выйду на свет. И... К сожалению, я не могу... 10 б из дамаг. Так, и если я Сюлевант возьму, он ничем не отличается. А вот как вот посмотреть конкретный параметр вещей, здесь, к сожалению, до сих пор нету такого. Ладно, давайте попробуем. Это что? Отлично. Я нашел ключ. Просто шикарно. Я этому очень рад. Так. Король гоблинов это такая странная вещь. И, честно говоря, я... Как и при предыдущей серии, не мог понять, что он из себя представляет. Потому что, как видите... Он просто раскидывает вокруг себя... Раскидывает вокруг себя всякие странные вот такие вот вещи. Притом... Убивая, я так понимаю, вот этим... Мясом, что ли. Ну, в общем, не знаю, честно говоря, как это все работает. Я быстренько все соберу сейчас здесь. Все, что здесь можно собрать. Потому что я тут смотрю... Довольно-таки... Оп. Оп. Есть. Отлично. Довольно-таки много всяческих вещей. Гомблинский щит возьму. Потому что... Щиты здесь разбиваются... Только... Только в путь. Да, тут вот... Тоже... То, что камера теперь изменяется немножко. Вид камеры изменяется от того, что вы делаете. Так. Э-э-э-э. Кабанчик. Успокоились. Ну, кабан явно хочет что-то от меня. И... Мне это не нравится. То есть, здесь щиты теперь... Ну, не теперь, а они и были таковы. Да стоять. Стоять, умри. О-о-о-о. О-о-о. Кабанчики. Кстати, охотник вот здесь ходит. Почему он ничего не делает? Вот. Как видите... Как видите, я ударил... Точнее, меня ударили по щиту, и... Как бы щит развалился. Прикольно. Гублин, и стоят около костра. Это... Это очень... Очень так классно выглядит, все, честно говоря. Если я... А, пауза восстанавливается. Это хорошо. То есть, во-первых, я бы хотел... Давайте... Оп. Насчет постройки здесь подразумевается что-то в этом роде, потому что я находил... А... Как бы это правильно сказать. Классно. О-о-о-о. Отлично. Левел ап. Явный левел ап был, и... Тут с ним даже не поспоришь. Так. По-моему, он рождает гоблинов. Не знаю, что они хотят. Так, там, по-моему, зима начинается. Нет, давайте еще походим и покрошим гоблинов, потому что мне интересно, что такое... Там вот гоблины есть, которые с каким-то... Как бы это правильно сказать... Свечащейся какой-то штукой. Так. Миньон. Гоблин, миньон. Капитан. Щит капитана есть. О! Такой вот щит. Смотрите. Ну-ка еще посмотрим. Может быть, я еще что-нибудь нашел. Так. Хам. Хам. Это мясо, по-моему. Да, это мясо. Так. И Ice Wand. Пожалуйста. Ice Wand. Как-то стрелять им не получается, но вот... Вот убивать им получается очень эффективно, поэтому я давайте... Вот этот хам, это куски мяса. Я не знаю, зачем он их разбрасывает. Не будем, так сказать, у него спрашивать об этом. Круто. Я нашел какое-то супер оружие. У-у-у-у. Все, меня тут же убили. Как видите, вот видите, у него молот. Молот у этого гоблина. Я прям даже вот сейчас вот скрин сделаю. Это как раз-таки страшная та вещь, которая... Которая была у меня в предыдущей серии. И когда вы умираете и появляетесь заново, у вас мир как бы появляется, обновляется заново. И, собственно говоря, все пропадает. Да, смотрите, все пропало. Вы начали с нуля. То есть здесь умирать нельзя в данном мире. До этого вроде бы как бы не устанавливали. Ну, только как бы правильно сказать. Да. Что-то я... А, чист. Вот. До этого вроде бы... Так, здесь тоже даун какой-то. Смотрите. Просто карта... Карта та же, но... Я начинаю как бы все с нуля. Понятно. Ладно. Пойдемте туда же. Мне интересно этих гоблинов поубивать. Надо будет ворачиваться. Получше ворачиваться. И тогда все будет нормально. Так, хрюшку держит. Ну, все. Путем. Все нормально. Каждый что-то держит. Торты всяческие. Я так понимаю, сейчас я опять на гоблинскую вот это вот... Поселение, деревушку. Вон он, блин. Как бы его грохнуть. Потому что он... Он будет просто звери. Вот если я выбью вот этот вот... Молот у этого гоблина. Это будет просто шикарно. Но... Да. Но вот так вот быстрее произойдет, чем все остальное. На самом деле. Так будет с каждым, кто вот постарается у него... У этого гоблина отнять. Так сказать. Его этот молот. Я, конечно, не представляю, как его нужно. Три. Понятно. То есть нужно много чего-то. Ключ. Отлично. Так. Насытимся. Полностью. Отлично. И... Честно говоря, я прям в растерянности. Потому что... Ух ты! Сундук какой-то. Я в растерянности. Что делать? Так, ну-ка. Ну... А, магический какой-то ключ нужен. Но у меня его нет. У меня есть обычный серебряный. Так. Ладно. Давайте пойдем тогда в другую сторону. Просто, к сожалению, вот и жалко, что не показывается стрелка, в какую сторону я смотрю, как бы, и куда я... Ну, я, похоже, побежал, да. В этом направлении. Вниз, вообще, я побежал. Это тоже неплохо. Очень... Вот... Вот вон сундук. Сундук вижу. И, скорее всего, вот в этом сундуке я как раз-таки... Это что такое? Это что такое? Новый монстр? То есть, такого не было. Вот такого я не видел. Это паук. Какой-то... Собственно говоря, и... Так. Вот. Собственно говоря, и гоблинов-капитанов я тоже не видел. Так. Давайте возьмем, раз можно, мы его заберем. Так. И что-то мне этот паук не нравится. Я не хочу с ним связываться. Просто бегу. Смотрите. Можно вот камни поднять. Что с ними делать, я не знаю. Не представляю пока что. Я постараюсь разобраться. Можно их сломать. Но они просто развалятся на несколько кусков. То есть, в принципе, не... В принципе, мне как бы не... Не даст это ничего. Надо найти врага какого-нибудь такого, на котором я смотрю. Так. Вот я что-то... Ландмарк. Вот, смотрите. Какой-то значок. Ландмарк. О! Зомби, зомби, зомби. Это тоже страшные штуки. Можно... Одеть маску курицы, кабана. В данном случае... Или зомби. Все. Я сейчас... Нет, смотри, как повернулся. Так. По-моему, здесь... Можно было как-то уворачиваться. Если я не ошибаюсь. А вот как я не... Все. Один удар вот этого зомби... И я труп, честно говоря. Потому что... Именно так оно и будет. Так. Мозги убежали. Ладно. Давайте. Можно поговорить. Ой, не поговорить, а... Посмотреть. Что же за могила? Вон. Тоже классный. Я не знаю, видите ли вы и не видите. Вот, вот, вот. Скелет. Очень злой скелет, честно говоря. Но с него можно как раз таки вот все, что на нем есть сейчас. Нет. И мне кажется, конечно... Так. Ну-ка. Маска, маска, маска. Блин, надо было мне хотя бы что-нибудь-то взять. Сейчас мы попробуем вот так вот. Сейчас, 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 сейчас. Вот это я могу, интересно, подобрать? Нет. Вот это я уже не могу подобрать. Мы сейчас возьмем его щит. То есть я как бы выбил у него из рук щит и шлем. То есть я немножко поднял себе броню. Ну, вот такой вот шлем. Но хотя бы, да. Но вот теперь уже можно драться нормально. То есть я могу блочить. Отлично. А это вот сейчас я сделал очень прекрасную вещь. Потому что я выбил себе не только шлем, щит и... Я себе еще выбил вот такую вот саблю. Это, по-моему, очень крутотецко. На самом деле я сейчас сбегаю домой. Потому что я боюсь сейчас куда-либо идти. Потому что я думаю, меня сейчас убьют. Единственное, что может быть... Да, здесь можно сохраниться. Да, я вспомнил. Вспомнил, что здесь же мы сохраняемся и загружаемся. И тем самым... Можем сохранять нужный нам предмет. Ладно, ничего страшного в этом нету. То, что я до этого потерял такой вант, так сказать. Ничего страшного в этом нет, я считаю. Потом мы... Такой, как... Турецкий воин. Теперь выглядим. Классно. Графика здесь, конечно, очень впечатляет. Движок прям зверский. То есть по графике, ну, на мой взгляд, по крайней мере... Так, понятно, я какой-то на что-то... То ли на поросы, то ли... Что здесь такое-то? Тут ничего нет. Тут вон пауки бегают. Притом как-то они... Странно бегают. Нет, не хочу туда идти, не хочу. Страшно мне, в общем. Ну, не то, что страшно, я боюсь умереть. Так, вот это здание, вроде бы здесь показываются все... Охотничьи трофеи, так скажем, которые можно будет. Ну, вот все-таки генерация еще не 100%... Как бы это правильно сказать? Не на 100% хорошая, потому что, как видите, посередине дома... Кстати, вот эти вот вазы, если мы их разбивать будем, вроде бы... Да, из них можно получить денежку. А есть такие же вазы, но... Есть такие же вазы, но... Свечащиеся, как бы таким, ну... Таким загрозогробным светом они светятся. Если мы их разобьем, то из них выпадают... Ну, выходят скелеты. Магические скелеты, как бы так. Как бы так, наверное, правильно высказано. Так, ну вот видите, неправильно сгенерирована немножко карта, и мы, скорее всего, даже не сможем туда забраться. Если только через забор, наверное, перепрыгнули. А, вот, перепрыгнули. И здесь вот можно посмотреть, какие трофеи можно получить, так сказать. Вот, 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 лисичка. Сейчас опять ночь, как я говорил. Наступит ночь, и... Вот, когда садится солнце, и встает луна, как бы... Отлично, ладно. И встает луна, то здесь такой, как бы... Переходный период. Ооо, там что-то такое. Там большой скелет. Так, я вижу большого скелета с молотом. Ледяным молотом, который я вообще в последний... Ух ты, давайте-ка паука грохнем, а... Я, когда что-то боюсь, я стараюсь это сразу убить. И... То есть, ну, чтобы... Щит убил! Он мне щит убил! И шапку убил! Нифига себе! Все. Тут же меня убили под конец, так сказать. Давайте как раз сейчас проверим загрузку. Как тут это все работает. Так, и я появился, кстати, не... Совершенно в другом месте. Я, похоже, все-таки... Нет. Я так понял... У меня не сохранились предметы. То ли я... Что-то не то сделал, что ли... Ну ладно! Подписывайтесь на канал, если вы впервые на моем канале. Ставьте лайки. Обязательно ставьте лайки, потому что без лайков не будет следующей серии. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, потому что... Ну, лично мне игрушка понравилась, и мне интересно поисследовать, что дальше. Пооткрывать, как бы, территорию, посмотреть, что обозначают вот эти вот точки ландмарка. Ой, ландмарка. А, ландмарк, да? Ландмарк, все правильно я сказал. То есть, очень интересно. И я надеюсь, вам тоже интересно, потому что игрушка, конечно, впечатляет своей графикой. Ну, каким-то вот таким вот приманивающим, каким-то таким непонятным действом, что ли. Как-то так. Графикой просто, конечно, вообще шикарно. Надо будет опять скелета убивать. Я так понимаю, что в следующий раз я здесь появлюсь. С вами был Невжгорн. Всем всего хорошего. Пока. С вами был Невжгорн.